На этот раз во дворце Бутремовича марш Мендельсона звучал для семьи Юрия и Галины Кектенко в честь 50-летия их супружеской жизни. Золотая свадьба стала для близких друзей-сослуживцев счастливой Читы настоящим праздником, продолжением прекрасных семейных традиций, которые и есть символ любви и терпения, уважения и нежности, умения вместе встречать радость и беду. О них помолодевших на полвека, переживших светлое мгновение счастья, материали нашего корреспондента. Сколько бы лет ни прошло, счастливые супруги всегда будут помнить день своей свадьбы. Навсегда дата 4 ноября 1972 года стала праздничной в семейной хронике семьи Кектенко. Именно в этот день заключили брак в пинском отделе ЗАГС Юрия Кектенко и Глафира Гарбус. 50 лет назад свадьба была, конечно, в домашних условиях, потому что, ну, как-то так тогда было традиционно. Конечно, все было скромно. Тем более, что в этот день сразу несколько пар стали молодоженами. Сегодня, спустя полвека, семью Кектенко ждал настоящий, яркий и незабываемый праздник. 4 ноября 1972 года в отделе ЗАГСа Пинского горисполкома было заключено 19 браков. Это был очень свадебный день. И вы знаете, надо отметить то, что из этих 19 браков 16 сохранились. Предполагаем, что были очень хорошие люди, которые создали семью, которые сохранили свою семью. И мы сегодня стали свидетелями вот такой замечательной семьи ее 50-летия, ее золотого юбилея. Большая семейная книга Кектенко, в которой 18 263 страницы, столько прожили вместе эти удивительные люди, вместила в себя столько жизненных перемен и событий. И несмотря на опыт прожитых лет, Галина Адамовна, как привыкли называть ее друзья и близкие, и Юрий Иванович, волновались и словно в первый раз пережили всю незабываемую церемонию торжественной регистрации брака. В ней приняли участие все самые близкие и родные люди, и даже коллеги, друзья. Галина Адамовна и Юрий Иванович оказались двумя половинками одного целого – любящими, заботливыми супругами, надежными, верными друзьями, хорошими родителями, состоявшимися в профессии людьми. И сегодня их семья по праву – эталон красивых, крепких и нерушимых семейных отношений. И с этого дня зачистена в золотой фонд семейных ценностей нашего города. Имена Юрия Ивановича и Галины Адамовны Киктенко заносятся в книгу почетных гостей отдела ЗАГС. И начальник отдела Елены Амельянюк вручают благодарность золотым юбилярам. Самый трогательный момент золотой свадьбы – вальс убеленных сединами золотых молодоженов. Все атрибуты этого праздника – каравай с зажженными свечами, море цветов, подарки, поздравления – носят особый, символический смысл. Как и пожелания и советы самих Юрия Ивановича и Галины Адамовны. Я вот задумывалась порой, что такое семья. И, наверное, могу сказать – это труд. Это труд в полном смысле этого слова. А если рассматривать как аббревиатуру, то это терпение, это разум, чтобы эмоции не бежали вперед. Это уважение и это, наверное, доверие. Вот из этого складывается семья, эти наши долгие годы. И как результат – очень хорошие дети, очень много надежных друзей, родственников, которые сегодня с нами отметят наш этот юбилей. Все это меня потрясло. Я очень довольный, что так произошло. Очень благодарен тем, кто организовал это, своей семье, сыновьям, всем, кто это все делал. Короче, лучше, чем Галина Адамовна, я не скажу. Я присоединяюсь к этим всем высказываниям. И спасибо за все. Умудренные опытом супруги мечтают передать золотую эстафету счастливой семейной жизни новому поколению. Их дети и внуки уже впитали эти исконные семейные ценности и готовы пронести их через свою жизнь. Мы горды этим событием. Они на самом деле пронесли себя по жизни очень хорошо, правильно. Мы всегда слышим положительные отзывы со стороны их коллег, со стороны друзей, приобщений. И, по сути дела, мы понимаем, что своей жизнью еще должны достичь их состояния, их достижений, и всего того, что они сделали для города, для людей, для пинчан, для своей семьи. И это все настолько трепетно, что наворачиваются слезы, и слова благодарности только в их адрес звучат. Важно помнить свой род, свои корни, откуда мы, помнить, ценить, смотреть, наблюдать за примером, брать пример. И поэтому я здесь. Очень люблю свою семью. И вот сегодня была счастлива провести, разделить эти моменты вместе со всеми. Я тоже безмерно рада, что 27 лет назад муж меня вел в свою семью, и мы стали большой, дружной семьей. С Галиной Адамовной огромный, можно брать пример, мудрости и всего остального. Юрию Ивановичу, юмор его нас всегда в семье поддерживает, подзадоривает. Вот. Большое им спасибо. Говорят, счастье любит тишину, да, но, наверное, сегодня не тот день, чтобы молчать об этом, не говорить. Конечно же, я горд за своих родителей, я их безмерно люблю. И, конечно, это, ну, показатель, наверное, или стимул для того, чтобы всем так себя... Так строить свои семьи. Так строить свои семьи, так себя вести, в первую очередь, уважать друг друга. Ну, а нам надо, конечно, стремиться к тому, что наши родители прошли. И, конечно, были разные моменты, и сложные, и легкие, и трудные, но в этом познается семья, в этом познается счастье. Так случилось, что я сюда, в Пинск, попала из другого города, поэтому они мне заменили семью, вернее, не заменили, они мне ее дали. Всегда с теплом, всегда с добротой, всегда очень позитивно. Я их люблю просто как родных, да не просто как, они мне родные, поэтому от всей души я их поздравляю. И долгих-долгих лет им еще совместных в любви, в здоровье, и всего им только самого доброго. Скажу, что бабушка и дедушка всегда будут для меня примером счастливой семьи.